Всем привет, ребят! Меня зовут Оля Ермилова, и сегодня я хочу записать видео вот так, с руки, без микрофона, как получается. Но, тем не менее, записать его для тех, кому на сегодня очень нужно. Прежде всего, это, конечно, жители Украины, но думаю, что не только сегодня украинцы столкнулись с тем, что переживают очень непростое время. Время войны, время глобальных перемен, и уверена, что это отразилось на большом количестве людей. Сегодня огромное количество, уже более трех миллионов моих сограждан выехали в другие страны, потому что оставаться на территории Украины сегодня небезопасно. Многие остались, за что также честь и хвала. Здесь каждый делает свой выбор. Но сегодня я хотела бы поговорить и дать несколько рекомендаций о том, как помочь себе пережить это время, потому что, конечно, жить нужно продолжать, несмотря ни на что. И когда очень тяжело, когда сложно, поверьте, переезд в другую страну, это тоже очень сложно, потому что ты находишься в полной зоне турбулентности, неизвестности. И у тебя, по сути, ничего здесь нету, и все, на что тебе остается опираться, это только ты сам. И для того, чтобы ты мог на себя опираться, тебе необходимо найти, на что именно ты можешь опереться, каким образом ты можешь сохранить себя. Я очень люблю повторять фразу, что изначально наденьте маску на себя, затем на ребенка. Это означает, что нам изначально нужно самим укрепиться для того, чтобы мы могли помогать другим, в противном случае мы абсолютно беспомощны. Итак, я хочу дать сегодня, на первый взгляд, несколько очень простых рекомендаций. Но я знаю, что в том состоянии, в котором мы находимся, когда у нас происходят чрезвычайные какие-то события в нашей жизни, а сейчас это именно так, нам очень сложно даже на простые действия отважиться. И порой никакие действия не приходят к нам в голову вообще. Поэтому не обессудьте, те, кто смотрит в трезвом, адекватном состоянии ума, кто может сказать сейчас, ой, да, вообще, о чем она говорит. Мне очень хочется, чтобы ни один человек на земле не понимал, о чем я говорю в контексте той трагедии, которую сегодня переживает мой народ. Поэтому либо проходите мимо, пожалуйста, и не оставляйте никаких негативных комментариев, либо просто поддержите нас, чем можете, добрым словом, в том числе. Сегодня зачет идет и поэтому. Итак, первый момент. Для того, чтобы мы вообще были в состоянии что-то воспринимать, важно понять, что у нас есть выбор, который есть всегда. Либо сейчас хвататься за происходящее и от ужаса продолжать сходить с ума, мы с этим прекрасно справляемся. Либо помочь себе. Ситуация такая, какая она есть. И наша задача сейчас привести себя в адекватное состояние для того, чтобы продолжать или начинать делать то, что нам хочется делать на самом деле. Я говорю про поддержку, я говорю про помощь, которую мы можем оказывать. Но изначально нужно помочь себе самому. Итак, первое. Стараемся максимально на какое-то время отключиться от происходящего, если это возможно. И не накладываем на себя никакого чувства вины. Ни чувства вины, почему я уехал. Чувства вины, почему я остался. Чувства вины, что что-то происходит не так, как я должен делать. Сегодня вы сделали то, что вы сделали. И важно это принять. Никто никого не готовит к сложным ситуациям. Ну, по крайней мере, в нашей с вами жизни... Простите, ручку устала держать. В нашей с вами жизни не было таких историй, чтобы мы нас готовили к подобным ситуациям. Мы с вами не спецназ, не кто-то. Мы обычные люди. И в большинстве своем очень много среди нас женщин, которые сейчас проходят невероятные испытания. Поэтому первое, это отключиться от любого чувства «должна», «вина», «то», «не то». Нет, сделала то, что сделала, это мой выбор, выдохнула. Если понимаешь, что сделала что-то не то, никто не мешает это исправить. Вы можете сделать это прямо сейчас. Вот прямо для себя это скажите. Второе, не навешиваю ярлыки ни на кого другого. Не рассказываю, что он плохой или он хороший, ему легко, говорить или сложно. Вы не на его месте, вы на своем. И сейчас главная задача с кого-то переключиться на себя. Привести в порядок себя, надеть маску на себя. Третье, если вы приехали куда-то, в какую-то страну, город, у вас получилось вырваться. Или если в вашем городе сейчас нету боевых действий, есть какая-то жизнь, пожалуйста, попытайтесь ей по жизни. Мне очень помогает ходить. Я очень много хожу, наверное, в день километров 10 точно выхаживаю. Хожу, хожу, хожу ногами, хожу, не передвигаясь ни на каком транспорте. Хожу. Это помогает немножечко прийти в себя, быть в действии. Ни в коем случае не находиться в одной точке, лежать, страдать, ничего не делать. Нет. Просто хожу. По улицам хожу. Где возможно ходить, хожу. Ходить хорошо работает. Второе. Найти для себя что-то, что сейчас может иметь хотя бы какой-то смысл. Я вот не понимаю, почему меня вот так пока держать. Что может иметь какой-то смысл, какое-то значение. Например, я нахожусь в другой стране, и мне необходимо хотя бы немного изучать язык. Я занимаюсь этим. То есть я сама открываю YouTube, приложения, ищу возможности, и сама занимаюсь языком. Есть возможность пойти на хорошие языковые курсы. Сейчас для многих переселенцев, людей, которые пока что находятся под временной защитой в других странах, устраивают бесплатные курсы. Пожалуйста, ходите. Это тоже крайне важно, чтобы ваша голова чем-то еще занималась. Прямо силком себя заставляйте это делать. Третье. Если хотели что-то прокачать, чему-то научиться, то же самое. Вам не обязательно для этого платные курсы. Есть платное, то, что вы хотите, и можете себе позволить, вперед. Важно переключить свое внимание хотя бы на время. Ни в коем случае не волнуйтесь и не переживайте. Знаете, как у многих из нас получается чувство вины, что я теперь буду, значит, недостойным гражданом, там другие люди страдают. Поверьте, вот от ваших страданий легче никому не станет. У нас уже у всех пробита рука кулей. Надо это понимать. Эта боль с нами постоянно, она никуда не денется. Поэтому не надо сейчас этой боли добавлять себе еще больше, подсыпать еще больше соли. Не надо. Ваша задача понять, что чем крепче вы сейчас станете, тем больше вы затем сможете помочь. Помочь прямо сейчас, поддержкой, деньгами, чем-то. Либо помочь, когда вы вернетесь. Потому что, поверьте, помощи там понадобится огромное количество самых разных ракурсов. То, что вы сейчас не умираете, вы уже помогаете. То, что вы сейчас, например, можете работать и что-то делать, вы уже помогаете. То, что вы сейчас спасаете детей своих, вы уже помогаете. Важно это осознать и действовать в тех рамках, которые может быть. Вот у меня сейчас нет штатива. Хотя сейчас я пойду, кстати, посмотрю, может быть, какой-то маленький мне удастся прикупить. У меня нет микрофона. У меня можно придумать еще тысячу вариантов, чего у меня нет. Дети находятся сейчас одни сами в квартире. Ничего страшного. Мы используем те ресурсы, которые у нас сегодня есть. Очень важно каждый день задавать себе вопрос, что я могу делать, какую пользу я могу принести. Я, например, вчера ездила в гуманитарный центр разбирать грузы. Пожалуйста, такая работа есть. Руки все время нужны. Вы можете найти себе сегодня какое-то реальное занятие, задачу и помочь себе. Потому что если вы будете находиться в состоянии просто страха, угнетения, истерики, ощущения полной безнадеги и чувства вины, вы точно себе никак не поможете. Если у вас есть какие-то ваши личные страхи, моменты сейчас, сложности, вы всегда можете написать мне в инстаграм, в директ, я обязательно вам отвечу. Буду выпускать видео сейчас на ютубе, уж простите, на такие тематики. Буду помогать нам проживать эти периоды всем, для того, чтобы в конце концов, когда все это закончилось, а скоро это обязательно закончится, мы все с вами были в состоянии продолжать нашу жизнь и наш опыт. В следующем видео постараюсь рассказать вам о том, какой опыт мы сейчас проживаем и о том, такой, знаете, прослойке подсмысла, которую сейчас мы проходим в качестве нашего жизненного пути. Потому что как ни пути, мы все с вами смертны, и нужно это понимать. Мы все с вами когда-то физически умрем, но мы получаем сейчас с вами колоссальные уроки. Причем каждый из нас получает свой урок. И в следующем видео я вам об этом расскажу. А пока что я не буду просить вас оставлять комментарии, лайки, делайте, как вы считаете нужным. Моя задача сегодня поддержать и помочь каждого, кто в этом нуждается. Все будет доброе. Все будет Украина. И спасибо каждому, кто сегодня поддерживает нас и разделяет с нами нашу большую боль. Спасибо.